Воспитанники отряда «Юный разведчик» курируют, которые общественная организация ветерана спецназа живут в Гагаринском микрорайоне. Им и выпала честь посадить саженец гималайского кедра и услышать историю, почему именно это дерево теперь будет расти на территории музея истории города-курорта Сочи. При подготовке к полету в космос Юрия Гагарина в стране еще не было единого центра управления полетом. Его заменяли космонавты, врачи, специалисты, разъехавшиеся по всем крупным радиостанциям Союза. Так вот, позывной у Юрия Гагарина был кедр. Кедр считается символом величия и достоинства. Через несколько лет он станет украшением музейного сквера. В этом году Юрию Гагарину исполнилось бы 85 лет. Именно с таких людей и должны ребята брать пример, считают ветераны спецназа. Юрий Алексеевич Гагарин – это такая легендарная личность, что сравнить мало с кем можно. Необходимо знать, потому что они должны понимать и впитывать те примеры, на которых они растут, воспитываются. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой истории, совершившим полет в космическое пространство. Ребятам еще рассказали о том, что в Сочи первый космонавт Земли после полета был только два раза. Россия первая в мире прорвалась в космос. Тысячелетия человечеству мечтало о полете в космос. А вот свершилось. Мы стали первыми русские. И первым космонатом отлично мог бы стать и сочинский парень. А вот стал смоленский. Сегодня музейным работникам День космонавтики вручили медали Гагарина от Ассоциации музеев космонавтики. И за то, что сотрудники Сочинского музея истории бережно хранят все, что связано с историей пребывания Юрия Гагарина в Сочи.